Московские старости Согласно распоряжению Совнаркома, все конфискованные церковные драгоценности направляются в Гохран в Москве. Затем за границу будет отправлена специальная комиссия во главе с известным ювелиром ФБРЖ, служащим Гохрана. Комиссия должна будет реализовать добытые ценности. Вырученные деньги поступят на закупку продовольствия. Газета «Сегодня Рига». Писатель Анатоль Франц обратился к советскому правительству с просьбой о помиловании членов Центрального комитета российских социал-революционеров, которые преданы суду революционного трибунала в Москве. Газета «Последние» из Вести Ревель. Эстонской полиции в прошлом году было установлено наличие на эстонской территории конспиративной организации, преследующей цель путем насилия произвести государственный переворот и провозгласить советскую власть. Следствие по этому делу теперь доведено до конца и военно-окружному суду преданы 115 человек. Газета «Последние новости Париж». Голландские минониты получили от украинского советского правительства разрешение организовать помощь своим голодающим единоверцам на юге России. При условии не заниматься торговлей, не вступать в политические сношения и беседы с местными жителями и не писать корреспонденции о состоянии России. Об этом писали газеты ровно сто лет назад, 19 марта 1922 года. Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях.